Здравствуйте! С вами программа «Неделя города» и Марина Романюк. Смотрите в выпуске. Принципы безопасности. Новоселье жильцов дома по улице Пушкина, 47, вновь откладывается, но ненадолго. Всех посчитали. Рейтинг управляющих компаний формируют сами жители. Под воздействием импульса в День российской науки покажем изобретение рязанского кулибина. Восточный фестиваль весны в Китае встречают свой Новый год. Не отступать и не сдаваться. В Рязани сошлись лучшие рукопашники. Опубликован рейтинг управляющих компаний за 2023 год. Для его составления использовали данные Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, областных госжилинспекции и Минцифры. А за основу брали оценки жителей домов. Опубликован он в системе «Открытый регион.62». В списке 97 мест. На последнем расположился ООО «Молодежный». Рейтинг отрицательный, аж минус 321 балл. Оценку сформировали сами жители дома. Под началом этой управляющей компании 89 многоэтажек. Отрицательный балл в целом набрали 17 представителей услуг. В противовес им лидер рейтинга ООО «УК Мервинский» 747 баллов. Такой итог голосования жителей города. В течение года критерии оценки менялись, дополнялись новыми параметрами. Задача – простимулировать управляющую организацию. То есть оперативно решать проблемные вопросы жителей через социальные сети, проводить общие собрания в онлайн-формате, размещать информацию в КИС ЖКХ. Активнее участвовать в рейтинговании призвал и губернатор Павел Малков во время прямой линии. Мы предложили управляющим компаниям подключиться к системе инцидент-менеджмента. Значит, управляющие компании будут видеть все жалобы в соцсетях по себе и по своей территории и смогут оперативно на них реагировать. Вот сейчас уже 32 управляющих компаний работают в этой системе и 5 сейчас еще проходят оформление и подключение. Также глава региона отметил, что в работе управляющих компаний правительство региона наводит порядок. В частности, госжилоинспекции все чаще проводят проверки по обращениям граждан. Как сообщили на портале «Открытый регион-62», участие в рейтинге стимулировало управляющей компанией улучшить качество оказанных услуг и наладить оперативную связь с жителями. Благодаря изменению подходов к работе, некоторые управляющие компании, замыкающие рейтинг по итогам первого квартала, стали лидерами по итогам года. В течение февраля все жители дома по улице Пушкина 47 получат ключи от квартир. Это касается и жильцов первого подъезда, и второго. Об этом на встрече с собственниками квартир заявил заместитель главы администрации Рязани Михаил Рамодин. По его словам, остались небольшие недочеты, которые устранят в самое ближайшее время. Водяные счетчики до конца не установлены. Это мелочь, они завтра до обеда будут стоять. По электричеству подключение не до конца сделано. Завтра оно тоже в первой половине дня будет осуществлено. И газ, работа тоже полностью выполнена, но собственно говоря, сам ресурс, сам газ в трубу еще не подан. На встрече с жильцами дома по улице Пушкина 47 Михаил Рамодин говорит все как есть. И про степень готовности примерно 99%, и про сдвиг сроков из-за укрепления несущих стен, и про нынешние недочеты. С хозяевами каждый из квартир заммэра беседовал индивидуально. Не последнюю очередь в ускорении процесса сыграла и прокуратура, которая уже даже внесла представление подрядчику. Днем проводили осмотры квартир, то есть еженедельно проводится мониторинг состояния и состояние ремонта. То есть первый подъезд, скажем так, практически завершены работы по первому подъезду. После, скажем так, внесенных мер прокурорского реагирования подрядчикам усилена работа в этом направлении. И мы надеемся, что, скажем так, работы будут завершены в кратчайший срок. Вообще же на отсутствие внимания к своим вопросам жильцам этого дома грех жаловаться. Городские власти реагировали и реагируют на любую просьбу, даже, казалось бы, незначительную. Если с первым подъездом все понятно, от квартир люди получат ключи уже в ближайшее время, второй к этому пока не готов. Но работы в нем уже тоже, в завершающей стадии. И до конца февраля этот вопрос городские власти обещают закрыть окончательно. Качество проектов на строительство соцобъектов в муниципалитетах крайне низкое. В прошлом году ни одного такого документа от властей на местах хорошим назвать нельзя. Об этом на правительстве заявил губернатор Павел Малков. Низкий уровень заявок, по его словам, сильно бьет по срокам. Впрочем, критиковал руководитель региона не только районных глав. Заседание правительства Павел Малков начинает с кадровой перестановки. На повышение ушла Наталья Суворова. Теперь она зампред регионального правительства по социальной сфере. Больше функционала, больше ответственность, с которой, к слову, в области справляются не все. Вопрос номер один сейчас для районов – закупка коммунальной техники. И если в Рязани с этим более-менее все в порядке, в некоторых других городах к закупке и использованию относятся весьма своеобразно. В прошлом году для муниципалитетов денег хватило на 55 единиц спецтехники. В этом закладывают 21 миллион рублей. Очень важно, чтобы техника эта не стояла в гаражах. Коллеги, я к главам администрации всех муниципалитетов обращаюсь. Следите, пожалуйста, за этим внимательно. Потому что помню случай, когда мы передали технику в Касимов, и она всю зиму простояла в гараже, потому что ее не могли оформить, поставить на баланс. Собственно, это и в том числе было причиной смены главы администрации. Я знаю, что у Ивана Аркадьевича такое невозможно в принципе. Но я прошу всех за этим следить, чтобы техника работала на 100% и даже больше. В Рязани сегодня больше всего жалоб на сосульки и наледь на тротуарах. ДБГ работает системно, просто снега в этом году объективно больше. Ночные смены подразумевают, что в ближайшие две недели улицы будут расчищены. По данным, на 1 февраля вывезено 190 тысяч кубометров снега. В прошлом году на эту дату было вывезено 42 тысячи кубометров. Это в 4,5 раза меньше, чем в этом году. В этом году израсходовано почти 15 тысяч кубометров песко-сельной смеси и 310 тонн жидкореагента хлористого калия. Казалось бы, коммуналка – самая проблемная сфера. Но нет, прилетела оттуда, откуда не ждали. Оказывается, на хоккейный турнир в Сасово детской команде из Рязани предложили добираться своим ходом. Много вопросов у жителей и к работе нового футбольного манежа, который с помпой открыли в октябре прошлого года. Павел Малков был категоричен. Почему-то не могут решить вопрос о доставке команды из Рязани в Сасово. Говорят, езжайте на электричке. Но это вообще недопустимо. Люди в это жизнь вкладывают, тренируют детей, а им вот так вот холодно отвечают. И второй еще интереснее. Пишут, что до сих пор не в полном объеме заработал наш футбольный манеж, о котором мне сто раз докладывали, что он уже работает. Поэтому я даже сейчас не хочу заслушивать вам неделя на то, чтобы решить тот и другой вопрос. Неделя. Вот это называется равнодушие тех, кто за это должен отвечать. Я не знаю, в городском комитете спорта или управления, как оно называется, в министерстве спорта, где-то на местах. Мне спорт интересен. Сергей Александрович, спорт интересен, я знаю. А здесь почему-то решение до конца не доводится. Хотя мне много раз говорили, что все уже решено. А еще губернатор предложил создать в районах филиалы Центра управления регионом. Слишком много, по его словам, сейчас обращений содержательной информации для властей, и этот шаг позволит значительно ускорить скорость реагирования. В Рязани состоялась пресс-конференция регионального отделения «Движение первых». Подвели итоги уходящего года, выстроили планы на год следующий. Ориентир семейные мероприятия. Такую установку выбрали для себя в региональном отделении «Движение первых» на 2024 год. Мероприятий пока запланировано два на весь год. Ко дню защиты детей, это фестиваль детства, и День семьи, любви и верности. А остальные задачи организации не корректировали. Большим событием «Движение первых» прошлого года стало утверждение программы «Воспитательные работы», в которых обозначены флагманские проекты будущего года, в том числе и по которым, конечно, должно справиться вот такое мировоззрение на школу. Потому что, когда мы говорим о программе «Воспитательные работы движения», то мы здесь говорим не только о школе. Это непримерный план «Воспитательные работы» в школе, в котором, кстати, наполняемое движение, конечно, очень весомое. Это вам испытательные работы с его обществом в целом. С февраля стартовал чемпионат по командным VR-играм «Миротворец». В нем школьники должны, что называется, прокачать патриотизм, сражаясь друг с другом на виртуальной арене. В этом же контексте военно-патриотические игры «Зарница 2.0». Вызов первых и всероссийский чемпионат пилотирования дронов «Пилоты будущего». В предстоящих соревнованиях, кстати, планируют разить друг друга не только мечом, но и словом. В Константиново пройдет финал всероссийского литературного марафона. Проект стартует в марте два года, и так будет подаваться на сайте «Бузы движений». Но один из этапов проекта финальный, это «Пилоты». Откуда будут отобраны 300 литературных со всей страны, пройдет здесь, в Рязани. Сможем надеемся, что ваше отделение научно-человеку и помогать вместе мы сделаем классный «Пилоты». Старт в марте. Номинации как классические, проза и поэзия, так и нестандартные, фан-фикшн и комиксы. Категории две. Школьники 9-12 лет и 13-17. Финал пройдет в декабре. Главное же событие брифинга – подписание соглашения о сотрудничестве. В этом году первые проведут 28 крупных региональных мероприятий, которые должны собрать 27 тысяч уникальных участников по самым скромным подсчетам. Дальнейшая судьба бывшего кинотеатра «Родина» будет решена ближе к концу этого года. Сегодня здание в оперативном управлении Рязанской областной филармонии, руководство которой намерено разместить здесь Дом музыки. Последний фильм в родине, одном из старейших кинотеатров Рязани и, кстати, культурном наследии города, прокрутили в сентябре 2010 года. Потом здание закрыли на реконструкцию, здесь периодически размещали выставки, музеи, сдавали коммерсантам. И вот, наконец, кинотеатр передали в оперативное управление областной филармонии. Объявили, что будет здесь Дом музыки. И вроде бы даже есть уже проектно-сметная документация, но до конца года движения пока не будет. В настоящее время имеется проектно-сметная документация. Она разработана проектной организацией Ростехпроект, но в настоящее время требует корректировки. До сентября получим экспертное заключение. Сентябрь – это фактически завершение строительного сезона, а значит, к реконструкции родины подрядчик приступит не раньше весны 2025-го. Судя по всему, губернатор на этот год тоже не рассчитывает. Средства будем выделять, как только появится проект. Мы тоже вчера это обсуждали с Мариной Александровной. Проект приоритетный, здание действительно в центре города, требует внимания. Потенциал у него большой, надо, наконец, этот вопрос нам решать. Корректировка проекта связана с разработкой новой дизайн-модели интерьеров и обустройства филармонического концертного зала. Свои идеи подрядчик должен озвучить до конца июня. На площадке спортивного манежа Главного управления МЧС России по Рязанской области стартовали соревнования по пожарно-прикладному спорту. В нашем регионе они проходят уже в пятый раз. В Рязань приехали 8 лучших команд Центрального федерального округа. Ловкость, скорость, выносливость, смелость и воля к победе – пожарно-спасательный спорт воспитывает много прикладных умений. Соревнования посвящены памяти Михаила Шабурова. Он возглавлял региональное управление государственной противопожарной службы с 1993 по 2001 год. За 12 лет службы уже, наверное, не сосчитать, какой раз по счету я в них участвую. Очень много, очень много. Каждый год они проводятся. Он развивает умение работать с пожарно-техническим вооружением, с рукавами, с лестницами. Ну и плюс это некий элемент психологической подготовки, потому что пробежать очень быстро по высокому буму, забраться на большой скорости на высоту четвертого этажа учебной башни – это тоже своеобразная физическая, психологическая подготовка. Чтобы добиться результатов и представить свою команду достойно, спортсмены тренируются по несколько часов в неделю. Накануне стартов отрабатывать дисциплины приходится до автоматизма. Личные дисциплины – это у нас преодоление 100-метровой полосы с препятствиями. Участник стартует, предрывает забор, потом бежит по муму, раскатывает рукава, соединяет разветвление трехходового и уже соединяет ствол и финиширует. Второй вид – это у нас штурмование учебной башни. За 30 метров участник с лестницы подбегает к учебной башне и залезает на четвертый этаж по этой лестнице и там финиширует. А еще есть командные дисциплины – пожарная эстафета и боевое развертывание. Пожарно-спасательный спорт направлен, как называется, прикладной спорт, то есть направлен на повышение боеготовности подразделения пожарной охраны. Почему он прикладной? Потому что вот эти виды, которые выполняют спортсмены, они выполняются в том числе всеми пожарными, которые у нас проходят службы. Соревнования продлятся два дня. Завершающей дисциплиной станет подъем по штурмовой лестнице в окно четвертого этажа учебной башни. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Стартовал чемпионат в СИН России по рукопашному бою. В Рязань приехали больше 300 спортсменов из разных регионов страны. 14 весовых категорий среди мужчин и женщин, а также командные зачеты. За финальными поединками следил Валерий Седов. Боец с синим поясом – рязанец Дмитрий Хвойницкий. Пока преимущество не на его стороне, а до конца раунда – считанные секунды. Я посмотрел на время, осталось 30 секунд. Тут либо нужно оставить себя, чтобы потом не жалеть ни о чем после соревнований. Ну вот, собрался и пошел. Победа нокаутом. Пока чествует триумфатора, к его сопернику спешит медицинская бригада. Кое-как парня удается поднять на ноги. И Дмитрий, подхватив соперника, с которым яростно сражался еще пару минут назад, ведет его с татами. Это спорт. Надо различать спорт и дружбу. Дмитрий Хвойницкий армейским рукопашным боем занимается с 17 лет. С тех пор, как поступил в Академию в СИН. У него есть разряд по универсальной дисциплине – мастер спорта международного класса. По армейскому пока регалий нет. Но здесь, на чемпионате в СИН России по рукопашному бою, можно выполнить норматив мастера спорта. Тем более, рязанцы уже специалистов приятно удивили. Во-первых, они в первый день соревнований выиграли соревнования по, скажем так, демонстрации техники, или, проще сказать, по самообороне, или боевые приемы борьбы. Это, естественно, прикладной, скажем так, вид для сотрудников. То есть каждый сотрудник у нас должен владеть боевыми приемами борьбы. Вот в этом году мы сделали первый чемпионат в СИН России по демонстрации техники как раз. И УФСИН Рязанской области, команда УФСИН России по Рязанской области заняла первое место среди территориальных органов. А Академия УФСИН России заняла первое место среди образовательных организаций. Бои проходят в 14 весовых категории. У юношей и у девушек. У последних, кстати, не менее насыщено. Я бы сказал, что уровень девушек отличается, конечно. Но есть спортсмены сборной команды России в составе ПСИНа. Они, конечно, выступают на уровне парней. То есть они обладают и борцовской техникой, и сильным ударом, и тактикой. То есть люди подготовленные. Но говорится, что они заслуженные мастера спорта, чемпионки мира. Поэтому девочки на уровне есть. Мария Ярыгина приехала из Якутии. Говорит, есть борцовая практика. Потому перед соревнованиями тренировала ударную. И, как выяснилось, не зря. У меня уже были бои. Я в финале. За первое место буду выступать. Закончились досрочно. Болевым приемом за 30 секунд. Наши ребята так желанное золото и не взяли. Дмитрий Хвойницкий проиграл в следующем же бою. Его соперником был мастер спорта. Мария Ярыгина свой финальный бой тоже проиграла. Будет возможность подготовиться к следующим соревнованиям. Из победителей сформируют команду в Синроссии, которая отправится защищать честь региона на всероссийских и международных соревнованиях. На этой неделе отметили День российской науки. Праздник утвердили указом президента еще в 1999 году. Рязань к этой сфере имеет самое непосредственное отношение. Сегодня весь мир знает имена Константина Циолковского, Ивана Павлова, Ивана Мичурина, Владимира Уткина, Петра Семенова, Тяншанского. Впрочем, и сегодня в Рязанской области мысль познания неиссякаема. Мечту многих фантастов и идею фикс-кулибиных всего мира, вечный двигатель, воплотил один из рязанских ученых. Впрочем, таких изобретений у него уже порядка 50. Это устройство шлифует оптические детали ионами, создавая идеальную поверхность, которая в работе не даст искажения. Автор Евгений Трунин называет его прорывным. Впрочем, таких изобретений у него более 50. Научной деятельностью физик-практик занимается уже полвека. Когда я поступал в институт и выбирал свой жизненный путь, я решил стать физиком. Поступил в соответствующую специальность в Рязанском радиотехническом тогда институте, инженер-физик. Ну и, собственно, начал работать в этой области под руководством хороших физиков. Изобретать я начал практически сразу тоже. То есть, я начал заниматься сверхчистыми металлами. И начал изобретать. И у нас получилось. То есть, у нашего коллектива, в котором я работал, получилось получить самый чистый галлий в Советском Союзе. А еще самый чистый алюминий и мышьяк. Такие металлы используют в электрических приборах. Среди изобретений Евгения Трунина еще и различные покрытия. Упрочняющие, инертные, антикоррозионные. Есть и такие, которые позволяют продлить срок службы деталей автомобиля, уменьшая трение. Несмотря на успехи, все-таки не все научные цели еще достигнуты, говорит изобретатель. Сейчас он работает над коллайдером. Есть встречные пучки, ионов водорода, диетерия, настречу друг другу в стеклянном кольце, в кварцевом кольце. И, значит, под действием импульса по двум разным веткам этого кольца ионы сталкиваются между собой на протяжении всего этого кольца. Сфера интересов Евгения Трунина буквально безгранична. Есть свое ноу-хау даже в косметике. Например, крем с ионами серебра и электролитами, который заживляет ранки на коже. Впрочем, пока это весьма скромное дополнение к вечному двигателю, ионной пушке и сверхпрочному сверлу. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». И хотя новогодние праздники давно позади, большинство из нас поторопились разбирать елки и убирать игрушки на дальнюю полку. 10 февраля наступает Новый год по китайскому календарю. В Азии свои традиции, связанные с этим праздником, они сильно отличаются от европейских. Большинство стран живет по Григорианскому солнечному календарю, основанному на вращении Земли вокруг Солнца. Согласно ему, мы празднуем Новый год 1 января. Но есть еще и лунный календарь. Его наравне с солнечным используют в Китае, Вьетнаме, Корее, Монголии, Тибете, а также в некоторых регионах России – Бурятии, Калмыкии, Туве, на Алтае. Новый год по лунному календарю отмечают во второе новолуние после зимнего солнцестояния. Поэтому дата плавающая между 21 января и 21 февраля. Это новолуние, в силу того, что наступает год зеленого деревянного, так называемого, дракона, он очень выгодный. С точки зрения произрастания, с точки зрения достижений, с точки зрения каких-либо прорывов и начала чего-то нового, это год крайне интересный. Можно. Вообще, как бы весь февраль, за счет того, что у нас вот такой будет новолуние в феврале именно, он такой, очень такой прям с творческим полетом, с какими-то достижениями. Но это все фактически на грани, вот как бы или пан, или пропал. То есть легко не будет. В Поднебесной, говорят, не китайский Новый год, а фестиваль весны или чуньцзэ. Готовятся к нему сильно заранее. Он длится целых 15 дней. Семь из них официально выходные. Вообще, как бы это вот очень такое сейчас буквально волшебное время. Вот и вот эти вот воротцы могут открыться для тех, кто сумеет туда вскочить. Можно даже любые ритуалы проводить на это новолуние, на как бы ритуалы, на приобретение чего-либо, на то, чтобы вот какие-то там новые мысли в голове появились. То есть там медитации можно делать непосредственно сам Новый год. Китайцы вообще обычно в это время не мылись, чтобы не смыть удачу. Не обрезали волосы. Опять же, чтобы не обрезать себе богатство длинные волосы в Китае, это всегда символика богатства и, скажем так, плодородия. То есть вот как бы там, поэтому и мужчины-мандарины носили длинные прически из длинных волос. И чем длиннее волосы женщины, тем она считалась более выгодной женой. Само празднество, конечно, сильно отличается от нашего Нового года. На столе обязательно должна быть рыба. В китайском языке рыба созвучна со словом «избыток». В Поднебесной верят, что блюдо принесет прибыль и процветание. Согласно древнему мифу, в первый день года приходит злобное чудовище по имени Нянь, которое разрушает все вокруг. Оно боится шума и красного цвета, поэтому в Китае развешивают алые фонари и парные надписи. Зажигают фейерверки. Люди верят, что это отпугнет монстра. На этом у меня все новости к настоящему часу. С вами была Марина Романюк. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова